Пока в сквере пусто, только авторы выставки обсуждают, не упустили ли чего и добавить ли каких-то еще фотографий. Очевидец тех событий, вице-президент спортивного клуба «Металлург» Александр Рассолов проделанный работой доволен. Очень удачная эта выставка, причем вот это второй год подряд. И мне кажется, динамика, экспрессия, вот накал борьбы соревнований очень хорошо передается в этих фотографиях. Здесь представлена вся хронология событий, начиная с момента, когда наши спортсмены отправились на чемпионат Европы, заканчивая награждением россиян. За это время было сделано около двух тысяч снимков. Я неделю только фотографии отсматривал, для того, чтобы мне понять, что зачем и почему и как. И только тогда, когда мне Валерий Георгиевич рассказал какую-то последовательность, понимаете, только тогда я схватил, на чем можно было сделать акцент. Просмотр фотографий у свидетелей спортивных баталий невольно будет воспоминание о том, как это было. Сколько пришлось испытать российским спортсменам на очередном чемпионате Европы по мотоболу. Здесь, я думаю, не больше 30, а их было 2000. Поэтому постарались выбрать, конечно, самое-самое-самое. Естественно, все это, когда я видел это все живьем, а когда-то зафиксировано на фотографии, идут воспоминания. Это очень приятно. Олег Федоров – один из авторов выставки. На протяжении многих лет он сопровождает нашу команду на выступлениях в Европе в качестве фотографа и видеооператора. Его любимый снимок вызывает гордость за наших спортсменов, превосходство которых признали даже болельщики соперников. Лучший момент, да, это когда сборная команда России с флагами нашей страны проезжает вдоль трибуны и их приветствуют все болельщики. Сборная Россия победила во всех матчах. Весь стадион аплодировал сборной команде России. Это неоспоримый факт. Отдельно стоит сказать, что фото-выставка – своеобразный подарок клубу и не только в честь его очередной победы. 45 лет со дня создания, с года создания, правильнее сказать, металлурга. И это уже, ну какое тут поколение? Наверное, уже нацятое поколение и любителей этого вида спорта, и спортсменов сменено. И, в общем-то, уже какое-то родство, наверное, уже между нами, между болельщиками и спортсменами. И это великолепные фотографии, которые люди могут посмотреть и как-то, так сказать, представить себе накал борьбы на 31-м чемпионате Европы во Франции. Не каждый мог отправиться в старый свет, но любой может прийти сюда, чтобы увидеть эти снимки и испытать гордость за земляков. Максим Козлов, Михаил Решетов, Ольга Садовская. Видное ТВ.